Девушки отдыхают Вождь Красных вышел к трибуне и приступил к разборкам. Слово выбрано не случайно, потому что только оно отражает суть происходящего. Обстановка накалялась и после перерыва. Дальше больше. Передача партии коммунистов России дома номер 54 по улице Гончарова для нового штаба вызвала у Гебадинову бурные эмоции и шквал страстей. Решение давно принято, но депутат продолжал негодовать и играть на публику. От обида перешел на личности, начал обличать лидера коммунистов России Максима Сурайкина и даже захотел довести его до слез. Так как парламент все-таки недошкольная группа, задуманная шалость не удалась. Везде по регионам катается и вот торгует вот так. А ты хочешь, чтобы он заплакал? Да, может хоть чуть-чуть совести есть. Когда в Таиланде развлекается, чтобы понимал, вспоминал о жителях Ульяновской области. Дело в том, что КПРФ тоже претендовали на помещение, но коммунисты России подали заявление раньше. Передача площади выполнена по нормам закона. Буквально на прошлой неделе поступило письмо за подписью Куриного Алексея Владимировича, который представляет партию КПРФ, о предоставлении этого же помещения также в безвозмездное пользование. Поэтому, ну, согласно всем законодательным нормам, изначальное обращение было от партии Комроса. Несмотря на шоу с воплями, все поправки были приняты. Члену КПРФ еще предстоит найти апартаменты не хуже, чем у Сурайкина, чтобы не завидовать и не устраивать очередные истерики. Виктория Черкова, Юрий Ломатов, Новости Уллправда ТВ.